Всех приветствую! Сегодня мы рассмотрим устройство так называемого клапана сброса давления турбины или клапана управления геометрией турбины. Также в народе еще называется это клапан N75. Но в основном этот клапан предназначен для управления байпасным клапаном на турбине без изменяемой геометрии. Также он часто используется для управления геометрией турбины. Этот клапан представляет собой электромагнитное устройство и также в него подается вакуум. Клапан снят с Opel Combo Diesel 1.3 по причине своей неработоспособности. Клапан оригинальный GM, но производитель его Pyrbork. На клапане имеется три штуцера, они подписаны WAC, Out, третий ATM. На третий находится под вот этим колпачком, за которым стоит фильтр. Если его снять, мы сразу видим фильтр, сеточка для того, чтобы влага внутрь не проникала и также мелкие частички. Дальше, если его снять, мы видим третий штуцер. Третий штуцер, который просто соединяется с атмосферой. На маленький штуцер подается разрежение от вакуумного насоса Out, это выход на клапан турбины. Внизу имеется двухконтактный разъем для подвода напряжения. Разобрать его не получилось аккуратно. Они бывают двух конструкций. У меня конструкция клеенная, бывает также с металлическим ободком по периметру. Дальнейшее снятие показывает, что здесь, в верхней части, ничего абсолютно нет. Внутри установлена мембрана и шток. И также два клапана внутри. Частой проблемой этих клапанов является, как, например, в данном случае, это вот разрушение мембраны. Как вы видите, она разрушилась в нескольких местах. И также закисание штока. Я его с трудом вытащил. Вот. Сам шток чистый, но его место, куда он посажен, оно окислено. И эти окислы мешают свободному перемещению штока. Также внутри этого клапана установлен еще дополнительный сетчатый фильтр для дальнейшей очистки. Конструкция устройства очень проста. Цена его около 70 долларов. Управляется этот клапан постоянным напряжением, но изменяется его частота. Так как устройство у нас всего лишь электромагнит. А электромагнит, как вы знаете, может быть в двух состояниях. Может быть шток в верхнем положении. В верхнем положении. Либо он может быть втянут в нижнее положение. Больше никаких манипуляций с электромагнитом вас не получится сделать. Поэтому для управления используется импульсное напряжение, которое подается на этот разъем. И чем больше частота, тем у нас больше вакуума подается на управление турбиной. Третий отход, третий штуцер необходим для обеспечения плавности хода клапанного устройства. И также для сброса лишнего в вакуума. Еще бывают проблемы выхода из строя этого клапана. Это накопление здесь отложения мелкой пыли и плохое соприкосновение с клапаном, который стоит там внутри. И на прилегание этих двух плоскостей у нас происходит неконтролируемый подсос воздуха, что также влияет на работу клапана. Ну и еще последнее, это уставание самой мембраны. Так как здесь нету дополнительных пружин и шток возвращается в исходное положение только за счет упругости самой мембраны. Этой мембране и этому клапану 12 лет. И упругость, можно сказать, ее нет этой упругости. Проверить этот клапан можно только косвенными методами, зная, какое у вас, например, должно быть давление в турбине на определенных оборотах. И посмотреть, какое оно у вас фактически получается. Потому что простая проверка на продувку по штуцерам вам ничего не даст. Потому что, например, в этом случае он абсолютно одинаково продувается, что на новом, что на старом. Также первым может симптомом быть начало выхода из строя. Это на заведенном двигателе жужжание этого клапана. Такой низкочастотный гул. Вот, можете прислушаться. Если он гудит, это первый признак его неисправности. Также можно проверить катушку клапана. Но она, как правило, никогда не выходит из строя. Ее сопротивление должно быть около 16 Ом. Ну да, вот, 16. То есть сама катушка остается работоспособной. С ней ничего не происходит. А вот эти нежные детали из-за попадания самых мелких частиц и паров влаги, которые проходят через эти два фильтра, приводят к окислению стенок этого колодца. Ну и также загрязнению контактных пятен. Как показывает практика, ремонт этих клапанов не приводит к удовлетворительному результату. Это как временная мера, если вам удастся его аккуратно разобрать. И в случае, если у вас целая мембрана без повреждений, вы можете почистить это посадочное место, смазать его. И также почистить место прилегания этого штуцера к этому клапану от отложения грязи. Затем все это собрать и аккуратно склеить. Или обжать хомутом в случае, если у вас используется завальцовка. Но это временная мера. Надолго такой работы не хватает. И эта работа, как правило, неудовлетворительная. При установке нового клапана сразу изменилась динамика автомобиля. Сразу появился давление на гнетание, которого не было. Это особенно ярко выражено на низких оборотах. Так как на больших оборотах давления более-менее хватает. А на низких, до 80 километров, при разгонах по городу это очень ярко выражено. Так что вот такая вот есть деталь. Электровакуумный клапан. И цена его такая вот не очень приятная. Есть не оригиналы, которые продаются на Алиэкспресс. Но качество их, я бы сказал, отвратительное. И они не стоят потраченных денег. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи. До свидания.